Также напоминалкой является звук тех, кто молится. Напоминалкой являются чётки. Когда человек в руках чётки держит, у него лучше концентрация, потому что есть определённые здесь знания, что пальцы человека связаны с его разумом. Они связаны с разными функциями разума. Большой палец связан со мной, с ощущением меня как личности, с чувством собственного достоинства. Указательный палец связан с моей волей, куда я её направляю. Средний палец связан с моей силой, внутренней терпением и трудолюбием. Безымянный палец связан с моей решительностью и верой. И мизинец связан с моими отношениями со всеми людьми. Когда читает молитву человек, он может читать большим пальцем на среднем или средний с указательным пальцем держать возле чёток. В разных верах по-разному. Узнаете, как у вас. Можно всеми четырьмя пальцами держать, в принципе. Но так или иначе, вы должны знать, что если вы держите священное дерево какое-то в руках и перебираете его на каждой молитве чётки, то вы таким образом контролируете количество, сколько вы молитв прочитали. Вам об этом не надо думать. А думать об этом, это себе мозги засорять. То есть вы хотите узнать, сколько количества вы прочитали? Тогда просто чётки. У вас, допустим, есть там, каждый верит в своё количество. Где-то 36, там 34, там 48, числа 35. Ну, как бы везде свои цветы, какие-то числа. И количество чёток всегда где-то своё. Ну, так или иначе, когда вы один раз круг прошли, то вот значит, это у вас один круг правила вы сделали. Потом, может быть, два круга правила. Вы выбираете, сколько раз вы будете читать свои чётки. Какое у вас правило. Сколько вы от начала до конца пройдёте. Каждая молитва — это одна бусинка. Держать чётки надо всегда правой рукой. Перед тем, как молиться, человек должен очистить себя сначала. Он должен постоять под водой от души. Особенно, если он сходил в туалет по-большому. Не обязательно прямо под душем стоять полностью. Самый простой способ очищения — это побрызгать хотя бы на себя водой. Вода освещается, если её просто поставить на алтарь и помолиться. Она становится освещенной, и потом этой водой можно себя побрызгать, и твоё тело тоже очищается для молитв. Но лучше, особенно если ты проснулся утром, надо встать под душ всё-таки. Если боитесь молить, мочить волосы, можете закрыть волосы и не мочить их. Они всё равно будут очищенными, потому что вода очищает на тонком плане человека, а не на грубом. Имеется в виду тонкое очищение. Поэтому женщинам не обязательно мочить волосы каждый день. В том месте, где вы молитесь, надо протереть также это место, где вы сидите. И когда вы читаете молитву, не надо, чтобы там были рядом дети и животные. Потому что когда человек привлекается Богом, животные и дети сразу начинают ревновать. Животные сразу, дети начинают лезть на человека, пытаться отвлечь его от Бога, потому что они сами себя Богом считают, неосознанно. Животные точно так же, они будут кругами ходить и пытаться вас отвлечь. Мяу-мяу, там гав-гав. То есть надо их оставить в какой-то другой комнате, чтобы они вас не отвлекали. Если вы будете молиться слишком громко, все ваши родственники возбунтуются, потому что в это время они будут слышать звук победы над судьбой. У них сразу будет протест внутри, потому что есть три типа состояния сознания, состояния разума. У людей в невежестве разум деградирует. И они даже те, кто хотят жить стабильно и работать, просто честно жить, эти люди их уже раздражают просто. Понимаете? У кого стабильный разум, кто человек хочет просто жить как все и правила соблюдать жизни в этом мире, если человек деградирует, такой человек его раздражает. Большинство людей, у них разум очень скован, то есть стабилен. Он ничего не хочет менять. Люди боятся менять все, что можно поменять. Боятся менять все, что связано с судьбой. А что связано с судьбой? С судьбой связано, ем я мясо или не ем. С судьбой связано, выпиваю я или не выпиваю. С судьбой связано, ем я освященную пищу или не ем. Это принципиальные вещи, и всегда близкие будут бунтовать. Слушаю я духовную музыку или не слушаю? Ну слушай рок-н-ролл, там еще не нравится джаз, блюз, слушай. Но если ты начал слушать освященную музыку, ну то есть духовную музыку, то сразу все напрягаются, потому что это меняет судьбу. А люди их не хотят менять судьбу, они не готовы к этому. Если человек начинает носить духовные одежды, это меняет судьбу, люди напрягаются. Если человек начал ходить в храм, это меняет судьбу, люди напрягаются. Если человек начал полить со святой водой, люди напрягаются. Освященная пища, люди напрягаются. Ну то есть всегда, когда все связано с изменением судьбы, люди близкие будут всегда напрягаться, и не удивляйтесь этому. Какие бы фильмы вы ни смотрели, никто напрягаться не будет Но если вы будете смотреть духовные фильмы, все будут напрягаться Почему? Потому что в этот момент ваш разум начинает повышаться, идти вверх Вот представьте, вы никогда не летали на самолетах И никто не знает, что есть самолеты И вдруг вы садитесь в самолет, и ваши родственники видят, как вы отрываетесь от земли и полетели И все напрягутся, естественно Потому что он улетает, все Точно так же, когда вы начинаете молиться, родственники видят, что вы улетаете от них И им страшно становится И так человек, который работает над собой, у него разум начинает взлетать Начинает меняться Это значит, что меняться начинает вся жизнь человека Вся его судьба Субтитры сделал DimaTorzok